Всем привет! Мы на канале, где обсуждают вино и все, что с ним связано. Меня зовут Вика, я эксперт группы компании Simple. И в этом ролике я расскажу о лучших летних винах и сортах винограда. Лето – это настоящий рай для гедониста. Время для отдыха и наслаждения хорошими винами. Но как выбрать идеальное вино, которое будет соответствовать нашему настроению? В летнее время мы предпочитаем легкие и свежие вина. Жара не располагает к насыщенности, поэтому большая часть летних вин это белые и розовые. Если вы все же ценитель насыщенных вкусов, то хорошим выбором ставят красные вина с мягкими тонинами и фруктовыми ароматами. Не забывайте о том, что лучшее красное вино для летнего времени должно быть легким, слегка охлажденным и свободно питься даже в 30-градусную жару. Первое, с чем ассоциируется лето – это, конечно же, игристое. Зек от Ник Вайса. Это как Просека, только по-немецки. Легко, ярко и доступно. Его делают по той же технологии, отличается только сорт. Это вино сделано из стопроцентного рислинга, а этот сорт – один из самых популярных в мире. Рислинг за его многогранность и звонкую кислотность называют королем белых вин. Немцы вообще знают толк в игристом. Ежегодно в Германии выпиваются 400 миллионов бутылок вина с пузырьками. Первый белый сорт нашего топа – Олеготе. Если раньше при упоминании белых вин из Бургундии на ум приходило только Шардоне, то сегодня все изменилось. Олеготе – восходящая звезда культового региона. Некогда вины из Олеготе воспринимались как нечто простое. В середине 20 века их смешивали с черносмородиновым ликером. Так появился классический коктейль Кир. Олеготе от Джан Марк Бракара доказывает обратно – если правильно запоится о сорте, то он дарит интересные вина с превосходным балансом и минеральностью. Второй сорт – Грюнер Ветлинер. Сокращенно Грюнер. Еще 25 лет назад у Грюнера знали только в Австрии, и только в начале нулевых о нем заговорили, как о новом белом чуде. Классические Грюнеры демонстрируют цитрусовые ароматы. Нюансы лимона и грейпфруты дополняют ноты косвечных фруктов и фирменный оттенок белого перца. Третий сорт – Савиньон Блан. И первая ассоциация – это, конечно же, новозеландский Савиньон. Это нормально с учетом его дикой мировой популярности, но коренной француз прекрасно себя чувствует на любом континенте, и его палитра ароматов может быть намного шире, чем лич с крыжовником. Присмотритесь к нетривиальному образцу от флагмана испанского виноделия – Маркиз де Рискаль. Его интенсивным ароматом раскрывается тона свежескошенной травы, цитрусовых, ананаса и дыни. Четвертый сорт – Шенен Блан. Это белый сорт из долины Луара, нашедший вторую родину в Южной Африке. Сюда его завезли гугеноты, бежавшие из Франции в конце 17 века. Сегодня ЮАР – крупнейший производитель Шенен Блана в мире, а сам сорт стал визитной карточкой страны, занимая здесь треть всех виноградников. Розовое вино – один из самых популярных напитков на летних террасах и пикниках. Его создают во многих регионах мира, но не все розовое вино одинаковые. Хорошее розовое вино должно быть освежающе. Это немецкое розе из сорта Пинонуар – как раз такой образец. В его нежном букете раскрываются ноты лесных ягод, малины и земляники. Свежее и минеральное вино во вкусе. На планете не так много мест, где выращивают Пинонуар. Он очень требовательный погодным условием и не дружит с другими сортами. Но в Германии Пинонуар получил второе гражданство и второе имя. Здесь его называют Шпетбургундер. Красное вино обычно ассоциируется с прохладной погодой и теплыми вечерами, но на самом деле многие красные вина могут быть идеальным выбором для летних дней и ночей. Если вы хотите насладиться красным вином на летнем солнце, рекомендую выбрать вино с низким содержанием танинов и высокой кислотностью. Это делает их более освежающими и легкими. Обратите внимание на Цвайгельд. Это австрийский сорт винограда, выведен Фритцем Цвайгельдом в 1922 году. Является самым популярным из красных сортов в Австрии. Пойнт Блаур Цвайгельд от Нигль раскрывается тонами спелой вишни, клубники, черники, цветов и специи, сочное вино с освежающей кислотностью. Альяника – один из важнейших сортов в Италии. Он не так известен в мире, как Небиолы и Сан-Железе, но благодаря многолетней работе винодела Фиуди де Сан-Григорио над величием местных сортов, снова стал настоящей звездой. Снова, потому что уже был популярен в Древнем Риме. Нерелла Москалезе – это сорт сицилийский аналог Пино Нуара. Гибкие и чуткие к деталям. В аромате красные ягоды и сухие травы, при этом он минеральный и с дымным тоном. А еще он может похвастаться высокой кислотностью и выраженной минеральностью. Нерелла Москалезе – источник шелковистых, выразительных и освежающих тонких вин. Он главный сорт на склоне вулканов Этна – единственного действующего вулкана, на котором выращивают виноград. Подводя итог, можно сказать, что лучшее летнее вино – это то, которое нравится именно вам. Не забывайте, что каждый имеет свой собственный вкус и настроение, поэтому определить идеально летнее вино можете только на собственном опыте. Поэтому смело экспериментируйте и наслаждайтесь летним отдыхом вместе с новыми винными открытиями. А какое вино нравится именно вам? Оставляйте это в комментариях. Если вы хотите знать о мире вина еще больше, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые выпуски. Обещаем, будет интересно!